Итак, добрый день, сегодня мы с вами продолжаем. Мы сегодня расставляем окна, двери, учимся их расставлять по нашему проекту. Я немного завершил предыдущий эскиз по моему домику. И сейчас будем с вами учиться расставлять окна, двери, прорезать и расскажу основные параметры, которые необходимо учитывать. И остекление тоже, на примере, если у кого-то есть остекление. И будем отображать сразу же по ГОСТу. Прежде всего, что нам необходимо сделать? Нам необходимо с вами создать новый слой. Заходим в свойства слоя. И создаем новый слой. Можно его так и назвать. Окна, двери, остекление. И все элементы, которые конструктивные, ну не конструктивные, а элементы окна, двери, остекление, будут располагаться в новом своем собственном слое. Окна, окна, двери, окна, двери. Цвет буду использовать. Вот это, держу имя. А, запятая не может быть. Окна, двери. Цвет буду использовать. Любое, отличное от того, что было ранее задействовано по проекту. Чтобы он не отличался. Напоминаю, что выбирать цвет для слой необходимый из первой вкладки. Слой у нас видимый. Допечать видимый. Continuous. Толщина линии тонкая. Окна, двери, без разницы, если они у нас режутся, либо не режутся, они всегда отображаются тонкими линиями. Проем под них будет отображаться толстым. Я сейчас покажу на примере одного окна, на примере одной двери. И мы с вами будем их расставлять. Итак, слой выполняю активным. Смотрю на свой проект. У меня, получается, должен быть въезд в гараж, выход из гаража, выход на улицу и внутренние окна и двери. Как у нас осуществляется привязка окон и двери? В первую очередь, что вы должны не забывать. Если у вас здание выполнено из кирпича, необходимо прорезание всех проемов в стенах использовать по кирпичу. Я сейчас вспомогательную картинку запущу. То, что касается внутри нашего помещения, вам также необходимо подбирать все расстояние по ширине дверного проема. Каждое из помещений имеет свое функциональное назначение и также свою ширину двери. Я вынесу отдельную табличку, для каких помещений необходимо использовать какую ширину двери. Как они прорезаются? Давайте рассмотрим на примере. В первую очередь, для простоты и чтобы мне никуда не запутаться, я воспользуюсь функцией отключения выбранного слоя и выключу для отображения слой с осями, чтобы они мне не помешали уже в дальнейшем выполнить моделирование. Дальше, что я сделаю? Я буду проектировать входную дверь. Вот здесь. Буду подбирать ее по кирпичу. Минимум входной дверь, которую я буду использовать, 1000. Если смотреть по кирпичу, то это минимум 1050 мм. Отступы от стены, как подбираются, они определяются тоже кратные кирпичу. Так называемую простенку. Отдельно, что такое простенок и как выбирается простенок, я вынесу отдельно картинку. Что необходимо не забывать. Если это деревянный дом, вы можете прорезать окно, на самом деле, также с привязкой кратных 10 мм. Но, грубо говоря, в любом месте. Если дом из газобетона, он также разрезается обычной пилой. Если дом из кирпича, сразу же изначально при закладке кирпича учитывается, где у вас будут располагаться дверные и оконные проемы. Поэтому они всегда выбираются по кирпичу. Конкретно по ширине кирпича вы можете посмотреть на картинке. Согласно тем данным, которые у нас с вами есть, сейчас я открою себе эту картинку. Если я иду по кирпичу, у меня получается простенок минимум 120 мм, дальше кратность 150. Грубо говоря, я буду откладывать минимальные значения своего простенка. Можно даже придумать формулу для элементов всего этого расчета. Сейчас, на данный момент, я от угла просто здания, для простоты, сейчас я еще раз сверюсь с картинкой, которая у меня есть, отложу 250 мм для того, чтобы запроектировать мою дверь. 250 мм. И рассекаю все, что было в проекте. Уберу ненужную вспомогательную линию. Я просто ее нажимаю один раз левой клавишей мыши и выделяю. Дальше что я делаю? Сместить дверь по кирпичу, это 1050 мм. Смещаю в данном случае вправо. Теперь что я проделаю? Выделяю все при помощи функции «Обрезать» вырезаю ненужный элемент из моего дверного проема. Дальше что я делаю? Удаляю вспомогательные линии для построения моего дверного проема. В случае окна нам этого делать не нужно будет. Теперь я выключу при помощи функции «Отключение выбранного слоя» чтобы он мог зайти в свойство слоя и отщелкать здесь «Отображение». В данном случае я выключу отображение несущих и утеплителя. Перейду через выпадающую менюшку в слой «Утеплитель». Точнее несущие и облицовку в данном случае выключу. Соединю отдельно «Утеплитель» в замкнутый пункт. В дальнейшем я выключаю «Утеплитель», включаю «Облицовку», перехожу в слой с «Облицовкой». Соединяю «Облицовку», теперь выключаю «Облицовку», включаю «Несущие». Каждый раз переходите в тот слой, в котором вы выполняли построение данного элемента. Получается я «Несущий» соединил с «Несущими», «Утеплитель» с «Утеплителем», «Облицовка» с «Облицовкой». После выполнения данного этого действия не забывайте всегда, особенно когда вы проделаете все свои окна, не забывайте отдельно, послойно выделить и соединить их в замкнутый контур. Отдельно делается это для того, чтобы, если я сейчас при активации всех слоев буду собирать их в замкнутый контур, у меня могут перемешаться мои слои, обратите внимание, что у меня «Утеплитель» облицовка «Облицовка», «Облицовка» с «Несущими». Чтобы этого не произошло, мы объединяем их послойно, то есть каждый в отдельности, это обязательно. Пока объединять я не буду, включу просто все слои. Дальше, что мне необходимо сделать для дверного моего проема. Назад я перехожу в слой «Окна двери». Дальше у нас окна по ГОСТу, отдельно табличка будет. Необходимо показать открывание дверного проема под углом 30 градусов на длину нашей двери. Внизу, в правом низу, у меня есть ограничение перемещения курсора определенными углами и стрелочка вниз. Нажимаю на нее в выпадающей менюшке, выбираю ограничение перемещения курсора углом 15, 30, 45 градусов. В одном из предыдущих видео по начальной работе в автокаде я говорил, как это делать. Выбираю, просто нажав левой клавишей мыши. Проектирую отрезок, смотрю на картинку, с какой стороны у меня будет дверь открываться. Получается, вот он, не будет у меня открываться с этой стороны. Фиксирую точку и под углом 30 градусов, в данном случае это в противоположном направлении будет отображать 150, а так, грубо говоря, это 30, если бы я смотрел по прямой. 150 градусов, откладываю 1050 миллиметров. То есть длину моей двери. Дальше что я буду делать? Запроектирую вот в этой стороне окно. Этапы по стороне те же самые. Выключу для отображения оси. Перейду в слой. Окна, двери. Да, окна, двери. Отложу от угла, на самом деле для простоты, чтобы мы потом не искали, где эта линия у нас спряталась, лучше откладываю вниз произвольный длинный отрезок, и теперь я буду вспомогать у меня линию проектировать. Я смотрю то, что у меня необходимо, это окно запроектировать на расстоянии метра. На расстоянии метра. Сейчас, секунду, смотрю вспомогательную еще раз функцию. И посчитаю. Открою калькулятор. Сходится или нет? 1050. Ориентировочный вопрос забазировался на предыдущее число. Минус 120, минимальное значение простенка. И делить на 150. Целое число у нас не получается, значит простенок у нас не корректен. Попробуем по-другому. 120 плюс 150 270 плюс 150 420 плюс 150 570 плюс 150 720 плюс 150 Если вы плохо ориентируетесь, еще в простенках лучше открывать калькулятор, и так складывайте. Еще прибавлю. Плюс 150 1020 мм. 1020 мм. Меня устроить могу еще чуть побольше. Плюс 150. Получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 раз по 150. Откладываю расстояние 1170 мм. Это будет нормальный габарит. Удаляю вспомогательную линию. Теперь на сколько мне необходимо убрать. Измеряю расстояние. Ориентировочно больше 2 метров. Больше 2 метров. Соответственно Сейчас измерим. Снова открываю калькулятор. Измерю расстояние. Ширины моего окна. Попробую где-то 2300 сделать. Я человек ленивый. Я посчитал отдельно, чтобы вас не утруждать просмотром моих математических исчислений. 2350 у нас вам подойдет нормальный габарит нашего простинка. Что я делаю? Смещаю на 2350 мое окно. Второе. Напоминаю, чтобы нормальные получили значения в случае кирпичного здания. Для отчета справа либо слева. Необходимо тогда уже менять габариты нашего здания. Менять расстояние между осями. Не забывайте, что расстояние должно быть кратно. Сейчас я не буду менять контурного объекта. Я буду прорезать. Грубо говоря, вспоминаем картинку. Она будет немного не по центру располагаться. Ну, что поделать. Что я делаю теперь? Та же самая монотонное действие. Выделяю. Вырезаю все, что не нужно. Удаляю ненужные вспомогательные линии. Выключаю для отображения несущую облицовку. Здесь линии перенеслась. Сейчас я останавливаю целостность. Итак, перехожу в слой облицовка. Соединяю облицовку. Дальше. Перехожу в слой утеплитель. Выключаю облицовку. Соединяю утеплитель. Дальше. Выключаю утеплитель. Включаю несущую. Вы можете сказать, зачем так долго и монотонно. Да, есть этапы построения намного быстрее, чем тем методом, который я говорил. Но мы с вами только учимся работать. В дальнейшем я буду показывать в видеоуроке, как сделать все это быстрее. Напоминаю, что в дальнейшем послойно необходимо объединить эти элементы. В случае окна. Включу все слои. Снова перехожу в окна двери. Выбираю необходимый слой. Проектирую контур. Моего окна. Дайте я выключу все, чтобы вы могли понять. Вот у меня получилось. Коробочка моего окна. По ГОСТу можно использовать и необходимо использовать по российскому ГОСТу линию по центру, которая показывает у нас, что это окно заполнено. Включаю для отображения моего окна. Вот у нас есть одно окно, одна дверь. Дальше что мы делаем? Как проектируется у нас с вами остекление? Давайте вместо окна того же самого проделаем. Проем прорезается он точно так же. Я просто вместо окна графически покажу, как показывается на своем остеклении. Остекление выполняем все в том же самом слое. Нам с вами необходимо сначала запроектировать импост. Импосты делается на заказ, грубо говоря, это упоры нашего, куда будет вставляться стекло. Вы можете посмотреть, я вынесу отдельную картинку, основные виды, которые бывают остеклением. Остекление, которое идет вровень по центру нашей, точнее не вровень, по центру нашей стены. Остекление, которое идет по внешней границе моей стены. И остекление, которое идет с небольшим, но накладывается на основной несущий элемент. Я буду делать остекление вровень с моей стеной, чтобы никаких дополнительных декоративных элементов не выполнять. я запроектирую для начала привяжусь вот из краевного объекта левой клавиши мыши граничное значение моего импоста давайте просто запроектирую сейчас линию ширина импоста минимум 60 миллиметров дальше кратно 10 можно выращивать делать каким угодно то какой будет толщина дальше уже вопрос идет финансовое необходимости данных сместить на 60 миллиметров смещаем и замыкаю этот контур теперь выключаю для отображения оси и все внешние элементы дальше мне нужно запроектировать грубо говоря это каркас нижняя часть моего остекления мне нужно запроектировать вертикальные данном случае элементы которые разрезаются они будут могут представлять из себя любую произвольную форму я буду выполнять построение прямоугольничков таких и он будет 40 на 60 миллиметров минимальное его значение вот такой квадратик не забывайте то что импост вертикальный резать режется в нашей плоскости поэтому получившийся прямоугольник мы через свойства меняем его толщину на 0 5 все что режется всегда обязательно должно быть толстыми и скопируем данный пост на край моего объекта с другой стороны включу все слои для отображения так будет отображаться на самый примитивный пост самый примитивный самый примитивный остекление если у вас остекление сложной формы нам необходимо внутреннее его заполнение тоже показать там может у вас какой-то рисунок режется поэтому у вас может в произвольном порядке располагаться здесь на том участке где разрезаются основные элементы либо делать с равным шагом между собой кратно 10 миллиметров таким образом у нас с вами проектируются окна и двери и остекление в нашем проекте следующая следующий урок у нас с вами будет выполняться крыльцо сразу же вынесу минимальные габариты нашего крыльца сейчас это для тех кто хочет вперед мы с вами будем учиться проектировать наше крыльцо дальше будем расставлять основные размеры все-таки не помню в прошлом видео говорил про основные размеры но сейчас все-таки немного торопимся дальше будем расставлять площади наших помещений через замкнутые контур функцию поле высотные отметки маркировки наших помещений и постепенно закончим первый этаж аналогичным методом будет выполняться план второго этажа видео отдельно про него я скорее всего делать не буду но если только желающие захотят его посмотреть а так и функции его построения та же сам единственное что рассмотрю для построения плана первого и второго этажа это как разрезать у нас лестница и идущая с первого этажа на второй отдельным уроком вроде бы ничего не забыл так у нас нужно будет внутри расставить все основные помещения опять же повторюсь отдельно будет картинка по функциональному значению помещений и ширине дверных проемов наружные двери у нас делаем по кирпичу внутренние там уже попроще особенно если эта перегородка режется там можно использовать нормальное кратное значение кратно 100 миллиметром нашел но он нашел наши двери скоро увидимся немного сейчас пропадал потому что сессию моих студентов идет и каждый день я проверяю порядка 90 работ но я стараюсь стараюсь для вас вам понравилось видео значит чего делать